I am the ghost of Christmas past. Трудно назвать имя писателя, чьи произведения экранизировались бы чаще, чем книги Диккенса. Пропуск на экран получили более чем 320 книг великого английского романиста. В этом году мир отмечает 200-летие со дня его рождения. В Лондоне только что открылся Дом-музей литератора. Единственный сохранившийся. Именно здесь и хранится наиболее полная коллекция его манускриптов и автографов, не считая вещей, принадлежавших ему лично. Он знал ту жизнь, которую описывал. Он начал работать на фабрике, что выпускало Гуталин в возрасте 12 лет. Его семья, его происхождение, все было очень скромным, если не сказать бедным. Он прошел длинный путь, гораздо длиннее, чем должен обычно проходить прозаик. Он вышел из низов и до конца своих дней видел свой долг в том, чтобы описывать жизнь тех, кого принято было называть отверженными. Его чувство социальной справедливости было абсолютно безупречным. Праздница, посвященная 200-летнему юбилею знаменитого английского прозаика, будет продолжаться весь год. Ну а дата его рождения 7 февраля, когда в парке детских развлечений в графстве Кент, носящем имя Диккенса, будет дано впечатляющее театральное представление. Субтитры создавал DimaTorzok